Следующий вопрос касательно истории поста Была ли длительность поста или длительность воздержания от тех действий, что нарушает пост, о которых вы уже упомянули? Всегда одинаковые во все времена, или же это только в отношении мусульман? Что касается мусульман, то когда впервые о нем было упомянуто в Коране, в Суре Аль-Бакара под номером 2, в 183-м аяте, который я уже приводил ранее Как свидетельство того, что пост является обязательным В то время мусульмане постелись всего по три дня в месяц Позже, когда был ниспослан аяте Суре Аль-Бакара 2-й главы под номером 185 Который я привел в пример вторым по очереди о том, что Рамадан был месяцем, в котором был ниспослан Коран В качестве руководства для человечества и что в нем приведены ясные доводы из верного руководства А также разъяснения касательно добра и зла, и что мусульмане, которые застанут этот месяц, должны поститься С этого момента поститься на протяжении всего месяца стало обязательным для мусульман То есть сначала пост соблюдали всего три дня в месяц, а потом на протяжении всего месяца Рамадан Если мы говорим о действиях, нарушающих пост, то одним из них является половой акт, даже со своей женой Ранее, когда был ниспослан аят из Суре Аль-Бакара 2-й главы под номером 185, в нем не было подробностей В то время мусульмане воздерживались от половой связи со своими женами на протяжении всего месяца, как даем, так и ночью Для многих мусульман из подвижников это составляло трудность Тут мне на память приходит одна цитата, или скорее случай, о котором рассказывается в одном из сборников комментариев к Корану А именно комментарии Корана Аль-Буртуби, 2-й дом, страница 30-я Где говорится, что однажды Рома рыкнул оттап, да будет доволен им Алла После беседы с пророком, поздно вечером возвращается домой И вдруг он испытывает тягу к своей жене Он проводит время со своей женой и вступает с ней в физическую близость Проснувшись рано утром, он испытывает глубокое чувство вины И его охватывает стыд Он тут же направляется к пророку и говорит Я раскаиваюсь и прошу прощения перед Аллахом и его посланником за задеянное Моя душа испытывала тягу к жене, и ночью я вступил с ней в половую связь Чем я смогу теперь искупить свою вину или избежать наказания? На что пророк спросил его, неужели ты и вправду это совершил? Он ответил, да, посланник Пророк был в шоке Как сам Ромар, да будет доволен им Аллахом, мог совершить такое? Ведь в то время это было запретным Ромар снова подтвердил, да, у посланника Аллаха, так оно и есть Как мне теперь искупиться? Пророк ответил, никто кроме Аллаха не может дать приказ И аль-хамдулиля И снова аль-хамдулиля Сразу после этого был неспосыл на яд из Суры Аль-Бакара Второй главы под номером 187 В котором говорится, что вам дозволено вступать в близость в ночь поста со своими женами После чего говорится Они одеяния для вас, а вы одеяния для ваших жен И Аллах говорит, мы знаем, что вы совершаете тайну по ночам Но Аллах принял ваше покаяние И что отныне вы можете вступать в близость со своими женами в ночь поста И вы можете есть и пить, пока не отличите белую нить с зари от черной С момента этого яда из Суры Аль-Бакара второй главы под номером 187 Произошли некоторые послабления в правилах И ночью было разрешено вступать в половую близость Но днем следовало воздерживаться Более того, если говорить о приеме пищи То до того, как был неспосыл на яд из Суры Аль-Бакара второй главы под номером 187 Мусульмане могли разговляться и принимать напитки после заката Но стоило им только лечь спать, как им уже не разрешалось есть и пить В таком случае они могли принимать еду только на следующий вечер после заката Тут приведем еще один случай с одним из подвижников Поиста будет довольно Мала После тяжелой работы вечером возвращается домой И просит жену подать ему еды Жена отвечает, что дома еды нет И спешит пойти и купить еды А поскольку он был очень уставшим То к тому моменту, когда его жена вернулась домой с едой, он уже уснул Жена приходит домой и видит, что муж уже спит Она понимает, что теперь он уснул и ему нельзя Ночь он не ел, следующий день постился А вечером на закате следующего дня он просто упал в обморок Люди пошли к пророку и рассказали ему о случившемся Поскольку если ты уснул, то уже не можешь есть И тогда был неспосыл на яд из Суры Аль-Бакара второй главы под номером 187 Что помимо вступления в связь со своими женами ночью Вы можете есть и пить, пока не отличите белую ядь с зари от черной И вот тогда были установлены правила поста Которые мы следуем сегодня Пост этого стержания от приема пищи и напитков и всякого питания И от половой связи с момента рассвета до самого заката С намерением, что мы соблюдаем его в качестве поклонения Аллаху Субхану Тааля То есть это обряд поклонения Вот так все и начиналось Если все дьяволы закованы в цепи в месяц Рамадан То каким образом люди продолжают совершать грехи? Должен согласиться с вами, что это достаточно распространенный вопрос Я был немного лет назад, еще будучи школьником Когда я впервые услышал хадис о том, что дьяволы закованы в цепи в месяц Рамадан У меня тут же возник аналогичный вопрос Равно как и у многих мусульман и немусульман Если дьяволы действительно находятся на цепи То почему люди продолжают совершать грехи? Этот вопрос связан с хадисом пророка Али-Иссаляту Ассаляма Который мы уже упоминали Это достоверный хадис, приведенный в мусс на Деймама Ахмада Во втором томе на странице 230 под номером 7148 Который также приводится в сборнике Сунаменной Зарии В пятой главе под номером 2106 В котором наш любимый пророк Али-Иссаляту Ассалям сказал О люди Приближается священный месяц Рамадан И Аллах приказал вам поститься в этот месяц Врата рая в этот месяц будут открыты В то время как врата ады будут закрыты И дьяволы будут закованы в цепи В этом месяце есть ночь, которая лучше, чем тысячи ночей И человек, лишенный блага в этом благословенном месяце Поистине является лишенным Приводя этот хадис, мы ясно видим из его содержания, что дьяволы будут закованы в цепи Возникает вполне логичный вопрос Если дьяволы закованы в цепи, то почему тогда люди не перестают совершать грехи? Для того, чтобы было доступнее, нам следует понимать Что когда в хадисе говорится, что дьяволы будут закованы в цепи То это совсем не означает, что они будут казнены или же убиты Они по-прежнему существуют Просто они временно закованы в цепи Они не убиты Они все еще обладают силой Хотя их сила значительно сокращена Чтобы было понятнее, приведу вам один пример Представьте себе льва или тигры без кривизи Всем понятно, что шансы того, что он может на пасе растерзать вас достаточно высоки Ваша жизнь в опасности Но как только этого тигра или же льва сажают на цепь То и вы оказываетесь в безопасности Опять же вы в безопасности до тех пор, пока вы соблюдаете безопасную дистанцию Но если вы подойдете на близкое расстояние Даже несмотря на то, что тигр уже находится на цепи Вероятность того, что он растерзает вас снова увеличивается Поэтому до тех пор, пока вы находитесь на безопасном расстоянии от закованного в цепь тигра Вы спасены Аналогичная ситуация и в месяц Рамадан Если же вы придерживаетесь безопасной дистанции от сатаны Вы будете спасены Если вы откроете каран Сур-Аль-Бакара Вторую Сур-Аль от 168-й, то увидите следующие строки И не следуйте по стопам шайтана Поистине он ваш явный враг Аллах неоднократно предупреждает нас в Коране Не следуйте по стопам шайтана Аллах не говорит, остерегайтесь шайтана Потому что обычный и среднестатистический мусульманин Обладающий средним уровнем веры Увидев перед собой шайтана, несомненно насоражится Возьмем, к примеру, молодую девушку Поговорив по телефону, через несколько минут она предложит ему вместе пойти покушать в Макдональдсе или Киевси Перегусить всего несколько минут или полчаса с девушкой в Макдональдсе Ничего страшного И вот он уже идет перекусить с ней в Макдональдсе Позже девушка говорит, а почему бы нам не поужинать в ресторане? Поужинать с девушкой в ресторане всего пару часов, ничего страшного После чего девушка спрашивает его Почему бы нам не провести ночи вместе? На что парень отвечает, ночи с девушкой, ничего страшного Это не означает идти по стопам шайтана Этот пример не приводится в Коране, это просто один из моих примеров Но Аллах предупреждает нас о стопах шайтана Если шайтан сразу появится перед среднестатистическим мусульманином то мусульманин тут же отвергнет его и воспротивится. Но как раз тупы шайтаны представляют собой главную опасность. Поэтому следует понимать, что когда мы говорим, дьяволы закованы в цепи. Это лишь означает, что их козни ограничены. Тем самым многих грехов можно избежать. Однако если мы станем приближаться к ним, то шансы того, что дьявол одареет нас, и мы в итоге пойдем на грех, становятся очень высокими. Таким образом, если мы станем соблюдать дистанцию в месяц Рамадан, то шансы того, что мы согрешим, очень малы. Но если мы подойдем поближе к шайтану, даже если он на цепи, как тот самый тигр, который все еще может ходить по кругу, то мы подвергаем себя опасности. Вот вам мое личное понимание утверждения нашего любимого пророка касательно дьяволов на цепи. Находясь на расстоянии, мы обеспечиваем себя безопасностью. Есть еще второй момент, который я хотел бы упомянуть. В месяц Рамадан, несмотря на то, что дьяволы пребывают на цепи, мы часто забываем, что остальные 11 месяцев они пребывают на свободе. И влияние, которое они оказывают на нас на протяжении всех этих 11 месяцев, продолжается в месяц Рамадан. Чтобы было понятнее, я всегда привожу примеры. Возьмем наркодилеров, которые в поисках новых клиентов начинают бесплатно распространять наркотики среди молодых ребят из колледжа и университетов. Они подсаживают их на наркотики. Чуть позже они просят символическую плату за наркотики. А уже потом выставляют неимоверно высокую цену. К этому времени ребята уже плотно сидят на наркотиках. Даже если наркодилера нет, они уже сами начнут искать его. Они пойдут на все, чтобы отыскать его и получить свое зелье. Даже если наркодилеры окажутся в тюрьме, они найдут выход и станут обращаться к знакомым, аптекарям и так далее. Они уже стали зависимы. Поэтому, когда люди уже зависимы от наркотиков, или, скажем, от дьявола, то даже если этот дьявол будет помещен за решетку, его влияние все равно останется. Так же и мы, люди, привыкаем к грехам. Несмотря на то, что сатана помещен в клетку, мы продолжаем совершать те же самые ошибки. Однако в эту категорию попадают в основном те люди, которые уже стали зависимыми от своих греховных поступков. Тяжкие грехи попадают в эту категорию. В то время, как обычным мусульманам, которые еще...